Добрый день, дорогие коллеги! Мы уже практически, наверное, перейдем сейчас в дискуссии. И у меня тема моего выступления – это политика формирования исторической памяти в молодежной среде. Понятное дело, что мы имеем дело, в первую очередь, со студентами и с политикой образования, с учреждениями образования, культуры. Эта тема очень для нас важна. Я в продолжении выступления Славы Владимировны хотела бы отметить такое, что процесс формирования исторической памяти, он очень сложный, многообразный, многоуровневый. На него влияют на этот процесс очень многие, комплексно, многие факторы. Это идеологические установки и уровень образования в средней и высшей школе, отношение к истории и к исторической науке, сегодня тоже об этом уже говорилось, и средства массовой информации. И иногда это влияет еще авторитеты носителей информации, потому что в семье это может быть на всю оставшуюся жизнь четко закрепленная память о Великой Отечественной войне от бабушки и дедушки. И никакими, скажем, какими-то ситуациями эта тема в голове и память может совершенно никак не корректироваться, что и хорошо. Так вот, формирование исторической памяти в молодежной среде прежде всего связано с историческим образованием, с системой исторического образования. Причем эта система, она как контролируемая и системная, контролируемая государством этой школьной высшей, обеспеченная рецензируемой научной литературой и электронными ресурсами, а также и бесконтрольно эта система может быть исторического образования через электронные ресурсы сети интернет, это блоги, соцсети, различного рода издательской продукции, она различная может быть. Плюс ко всему к историческому образованию мы можем отнести систему воспитания в целом, составной частью которой сейчас является патриотическое воспитание, различные, скажем, различные мероприятия, которые проводятся на этот счет, это бытовые семейные представления. Вот значимость исторической науки и предмета в учебных заведениях разного уровня для общества и государства на современном этапе, она очевидна. И здесь необходимо прежде всего говорить о содержании исторического образования, о знании исторических факторов и процессах, умении устанавливать причинно-следственные связи, то есть знании предмета и главных основных исторических блоков, то есть базовых основ исторической памяти. В связи с этим историческое образование, вы знаете, вот здесь у меня как бы доклад и связан с достижениями, просчетами и так далее, но здесь надо сказать, что вот разработка единой концепции, она нам, на мой взгляд, гораздо больше пользы приносит, чем когда говорят о ее там критике и так далее, потому что вот сразу здесь сопутствующий момент, связанный со СМИ, когда сразу разлетелось, что это будет единый учебник и так далее, хотя вот тоже о пользе чтения первичных документов и обращений. Когда речь шла именно о создании единой концепции. Но вот у меня конкретно был пример со СМИ, потому что, ну, у меня, мы работаем в отделении Российского исторического общества, я имела отношение к разработке учебника одного из этих трех линей, которые были утверждены. И ко мне наши местные СМИ обращаются за разъяснением, ну, комментарий, который необходимо дать. Я ему даю все четко, у меня не вызывает никаких сомнений с сайта, берет газет на мою фотографию, и дальше я получаю, открываю, а там красивый заголовок. Единственное, который не был мной написан. В России перепишут историю. То есть, вот понимаете, вот момент такой, который, ну, вот здесь лежат, понимаете, это политика, историческая политика. Я считаю, да, все в системе должно быть уравновешено, это гармонично. Я не призываю в СМИ закрывать или еще что-то вот то, что, вот сейчас только вот скажи, что вот СМИ делает не очень хорошее дело. Сразу как мы можем нарушить, там, закон о свободе СМИ, мы не нарушаем никакого закона. Но должны быть какие-то в обществе ценностные установки, когда мы должны понимать, что хорошо, что плохо, за что нельзя переступать. Потому что, ну, я думаю, что тот человек, который давал такую заголовку, он, наверное, понимал, что он делает. Что он, вот он, к чему, вот, какие его действия, чем были его мотивы, да, какие они были. Поэтому я еще вот о какой проблеме, ну, это отдельное со СМИ. В современной школьной, вот вообще в системе образования, исторического, есть проблема отсутствия целостности, вот, из этого исторического образования. Потому что, ну, в школе, за школу как бы взялись, вот, определенным образом все-таки она выстраивается в систему. Опять же, единая концепция, ИКС и все эти линейки учебников никак не ограничивают свободу творчества учителя, ни поим образом, потому что каналы информации, они их никто нигде никак не перекрывает, они различны. Но есть какой-то, какая-то определенная структурированность даже для сдачи потом экзамена. Но вот то же самое для вузовского образования, например, не существует. И связь между школьным и вузовским образованием, вот, ИКС, например, приняли историко-культурный стандарт, учебники разработали. А учебники для вуза разрабатываются этапистами совершенно спокойно, сами по себе. Насколько историко-культурный стандарт, и те студенты, которые станут будущими учителями, пойдут носить, так скажем, масло, историко-культурный стандарт в той базовой его части, и никто не проверяет, собственно говоря, это уже на откуп на рынке по инициативе издательств. Отсутствие интегрированности в содержании гуманитарных предметов. Вот у нас много сейчас различных обществ и ассоциаций. И сейчас речь пошла о создании единой концепции по всеобществу. И вот здесь мы хотя бы здесь в едином историческом пространстве. Есть по общественному знанию, есть в литературе. Опять же, такая концепция по разным предметам. Но все-таки я за системное, потому что воспитание, и, как говорится, школьника, и молодежи, оно происходит именно в системе. И эти все наши дисциплины, они должны быть связаны между собой. И если раньше, например, ну, опять же, все-таки советская школа, мы все-таки, здесь, наверное, многие из нас, кто получил образование в советское время, все-таки знали о том, что мы можем это подтвердить, когда какие-то исторические тексты в качестве диктантов на литературе, на русском языке и так далее. То есть в данной ситуации каналы по появлению вот этой информации исторической, они были разнообразны. По поводу смеи телевидения. Ну, вот здесь, в данной ситуации, здесь тоже очень большую роль они играют на сегодняшний день. Но они исходят из коммерческих интересов и чаще используют историческую тематику утилитарную и упрощенную. В формате шоу, документальных фильмов, сериалов, ну, последний вот фильм очень хороший с художественной точки зрения, прекрасный. Вот по первому каналу шоу про, там, шестидесятников замечательно, но при этом все во всех программах, там, с артистами встречи, все говорят, это художественное произведение, художественное. Я не знаю, насколько молодежь сделает разницу, потому что насколько они читали мемуары, поэзию этих людей, насколько они знакомы с биографией. С одной стороны, это хорошо, это может служить толчком к тому, чтобы начать это изучать. Но надо бы как-то вот, ну, я не сейчас данную ситуацию не критикую, я говорю о том, что отсутствует системность в формировании исторической памяти, если мы выйдем на широкие такие выводы. И очень важный момент такой, вот, кстати говоря, по данным ЦИО, по вопросу 2014 года, в первую очередь молодежь получает информацию из кинофильмов и сериалов. И только на втором месте это было 11% по популярности чтения книг по истории и исторические романы, и это в группе до 35 лет. И интернет, ну, здесь вообще такая вещь, ну, понятное дело, мы ничего с этим не сделаем, это явление времени, это все очень замечательно. Но эти каналы надо использовать на пользу, потому что настолько разнообразие этой информации. У молодежи сейчас, кстати говоря, масса психологических проблем связана с тем, что вот этого интернета его очень много. И, кстати, никто не занимается мониторингом на влияние на здоровье, собственно говоря. При этом мы все говорим о том, и во всех ФГОС написано, что надо использовать интернет-ресурсы, проекты и так далее, эту проектную деятельность. Но здесь необходимо создавать ресурсы и порталы с отобранной научной такой, скажем, литературой, которую можно определенным образом популяризировать. Поэтому я к чему? Есть достижения определенные в этом направлении, но есть еще вещи, над которыми нужно думать. Я думаю, необходимо думать о разработке единой стратегии и системного подхода к формированию исторической памяти среди молодежи. А главное, мониторинга реализации исторической политики. Я думаю, что в данном случае цель российского исторического общества сохранять, изучать и формировать, в данном случае была бы реализована. Спасибо большое.